на русском разговариваешь а конечно тебе 15 лет и это твой как ты заработал эту машину работаю привет дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале прямо сейчас нахожусь на санта-монике но конкретно этот влог будет а авто жизни в майами о кормитах автосходках но как вы знаете по многочисленным видосом из разных сетей одни из самых жарких кормитов находятся именно в майами орландо и на всем восточном побережье америки и чтобы этот влог был максимально насыщен на приятные реактивные динамичные моменты я купила себе вот такой вот обе рек от скучной езды это подвеска из universal studios from орландо и тут изображена механическая коробка передач а точнее вот все вот пять передач так что видео обещает быть максимально насыщенным погнали вы увидите три типа автосходок в америке все типы очень крутые по-своему но вариации бывают разными в зависимости от того какие тачки участвуют в этих автосходках и какие владельцы у этих машин от мало да да там есть чуваки по 15 лет до велика так что мне сломалась эта штука так что пожалуйста поставьте заранее лайк на этот видос погнали первый день майами у нас был ознакомительный мы наконец-таки встретились с моей тезкой ангелиной она тоже автоблогер розовый гелик розово-голубой алкат ней всего 22 года она блондинка и не да у нее в гараже гелик алкат корвет c8 с класс новый в е-30 у меня есть бэйвэй вот старый бэхи но прям вот у меня душа к ним лежит у меня еще один есть дед мой любимый ну кто вальцваген битл жук у тебя есть 68 года а что ты с ним собираешься делать приступировать я тебе скажу никогда на эти грабли не наступай сколько ты мне причинила Сейчас, парни, самое время писать в комментариях, откуда у нее папки С кем она встречается, то ее парень С кем спит, да Можете написать Ангелине, у нее канал, вот, канал, можете спросить с нее Ребята, я вас всецело сейчас понимаю Я тоже в этот момент поймала свою челюсть где-то на уровне плинтуса Могу сказать, что вот по таким поводам челюсть у вас в этом видосе будет падать много раз И это только начало И это являются абсолютной нормой, когда девочка 22 лет располагает таким гражом Причем даже если у нее небогатые родители А дальше вы узнаете, кем работает отец Ангелины И у вас будет еще больше вопросов Мы меня с фоткой сегодня собрали такое Они не ругаются, что вы собираетесь и просто вот стоите вот так? Нет, редко прижатков, но есть ребята нормальные, мы с ними договариваемся Я видела видосы в Америке, когда такой большой перекресток И там просто чувак наваливает на машине, сбивает снег на всем весело Такое здесь в каждую пятницу, в каждую высоту Серьезно? Ну я туда не ешу, это очень стрёмно, потому что клопы сейчас очень разозлились Если тебя споймают, то все, они тебя садят там непонятно на сколько, забирают тачку Я видела, как пара держалась за руки и в пикативной капоте они встали и пошли дальше Тут такое, это в лучшем случае, в общем, тут если избивают, то люди умирают Реально? Да, ну это прям жестяк Даже я на сходке была такой, я ехала, у меня же был гель 63 до этого И мне в задницу ехали, это было на сходке Поэтому после того случая я на вот такие вот мероприятия больше не езжу Я девушка порядочная сижу дома, играю в теннис Ну да А это чья тачка? Это Дима Это М3 Она идет с такими фарами в вариге? Нет, это не стоковые Тут еще мотор, очень жестко прокачиваем Стэч какой-то, я уже забыла 780 колес 780, ничего себе А что тут необычного, если бы? Подожди, я еще сама догадаюсь У него ж тут блестящая лямба, вся в трубочках и проводочках И дар-дар-дар под крышкой Во-первых, распорки карбоновые, да? Болтики такие, интересные, желтенькие Потом что есть? Впуск Впуск, а, ну тоже карбон, да? Просто он глянцевый А еще я знаю, какой-то шланг от Bugatti есть Берон Шланг, насос Насос У тебя? Шланг? А можешь показать? Нет, у меня, мой шланг показать Потом похоже А как звучит она? 780 колес, это 920 на моторе 920, что же день Будем можно прокатить и реакцию себя А летс го, давай Давай Отпустишь, пожалуйста, отпусти Пожалуйста, пожалуйста Ничего Окей, поехали О, смотрите, спортивные Какие кошки у нас тут интересные Ребята, мои алды Я вспомнила, как я в 2019-2020 году снимала эти шикарнейшие влоги На разных машинах разного характера, но все они были мощными и дорогими И я вот в этот момент, когда я почувствовала скорость, я вспомнила, поностальгировала по тем самым временам, мне стало так хорошо Она прогрета, нормально О, господи, они же там нормально Я теперь понимаю, зачем эти штуки нужны, чтобы реально за них держаться Спасибо, Диме, большое, что прокатил Тачка нереально быстрая Тебя настолько сильно вживает в сиденье, что как будто бы ты едешь на Люсиде А это ДВС И это просто майнблоуин Я сейчас чувствую реальные перегрузки, как в формуле 1 Я теперь понимаю, когда они говорят, что у них давление там 3,5G А у нее на 10 тормоза Карбона, кера Все, я почувствовала Блин, просто мы сейчас ехали с Димой на этой М4 стоковой Я такая, ааа, а что ты понимаешь, что это вообще не ааа Один и другие дима ездят с М3 Не столько уж Новые тапочки не жмут, называется А сколько обошлось все это с покупкой машины? Машина 110, тысяч, наверное, 50 лужей Это вместе с дисками у меня ББС еще стоят вверх Выхлопок р decentral Bis 10 тысяч Даже больше, наверное, полки Люсид скупил второй мотор И ты его раскачаешь там? Я уже сделал Все, на сколько ты его сделал? Ну, надеюсь, 1100 получится Короче, она у тебя обошлась где-то в районе по 200 Пойдем, красотка, твой гелик посмотрим. Откройте, пожалуйста. Где Юра? Это такая грузовая машина. В принципе, можно лечь, и я думаю, Давидыч бы заценил, сколько здесь места. Блин, на самом деле, тачка офигенная. Не знаю, многие застрали, сказали, что это слишком ту мачо, он громоздкий какой-то получился. А мне, не знаю, нравится. Ориго Браус? Нет? Выглядит как Ориго. Во-первых, колеса ты не купишь оригинальные. Ты отправляешь свой гелик или сразу у них покупаешь в Браус? То есть ты не можешь купить запчасти. Капот ты не купишь, из колика ты не купишь. Я знаю, что здесь есть отделение Браус, можно купить передний бампер, задний бампер. Блин, ну вот тут уже чуть-чуть пленочку оттучала. Не, ну вот это вообще не смотрите, потому что машину клеила я с моим другом. Ты сама своими руками глеила тачки? Да, вот этими, вот этими руками. Первый раз мы клеили машину вообще, а гелик это же одна из самых сложных тачек. Поэтому, пожалуйста, ребят, посидите. Человеки боятся клеить свои четырки самостоятельно. А Ангелина берет гелик, блин, за 250, ты сколько там, тысяч долларов. Берет, клеит его самостоятельно. Зачем? Да. Сколько стоит поклеить тачку тут? Если прям хорошо, что поклеила, где-то, посмотри, 7. 7 тысяч баксов. Ну мне сегодня Дима рассказал очень классную историю. Он пришел к другу домой, и у них там была уборщинка. Друг сказал, что он эту уборщинку за один выезд 20-50 баксов. Она выезжает 4 раза в месяц, это получается больше тысячи баксов просто вот на уборщицу, чтобы она убралась и проутюжила вещи. И то есть я понимаю, что тут все цены из 10, но... Соответственно, и зарплатно тут побольше. А вот если цена из 10, то качество тоже в 10 или такое? Ну, смотря какой индустрии, например, как все мы знаем, в Америке, она очень дорогая, но у нас здесь просто нет шумка. Реально? То есть доктору сходить, чтобы он тебе язык так посмотрел? Во-первых, это очень дороже. Это стоит дороже намного. И плюс он тебе просто реально посмотрит, и ничего толком не скажет, что делает тебе с твоим языком поганым. Чистить его мылом и все. Кстати, насчет кормитов, Ангелина. Ты же нас отведешь на тот самый кормит, где чуваки творят такую дичь. Я вас отведу и уеду. Договорились с ним по рукам. Все. Давай, дальше мы сами. Месяц назад, в очередную пятницу, мы поехали на более-менее нормальный кормит. Я была на гелике своем, у меня был мой друг со мной тоже на гелике. Подъехали копы, и после нас стоял чарджер. Как у меня челленджер, так он тоже чарджер. Он устраивал эту сходку кормит. И как бы копы это знали. И копы к нему именно подъехали, повыбегали. Он быстро сел в машину, копы начали дергать за ручку, доставать пистолет. Я это все увидела. Я просто насрала штаны, села и упала нахер. Я где-то пару недель вообще не ездила на такие мероприятия, и мне все страшно. Они имеют право применить оружие, если он оказывал сопротивление? Да, спокойно. Жесть. Ладно, все, тогда мы переключаемся, ребят, и уже в среду мы увидим настоящие кормиты тут, а они суперкрутые. Ребят, чтобы вы максимально сильно со мной погрузились во всю эту атмосферу автотюнинга, автоспорта и уличных гонок, я хочу, чтобы вы послушали мою историю и прониклись там максимально сильно. Я уже рассказывала где-то, что я всегда тащилась по тачке. Я со своим младшим братом играла в Hot Wheels, строила с ним машинки Lego. Конечно же, не обошлось без просмотра Форсажа и всех частей Форсажа, которые только выходили. Когда умер Пол Уокер, для меня это была личная трагедия. И вот на таком воодушевлении я ехала на восточном побережье Америки, где я ни разу не была, и я знала, что я это хочу увидеть. И, соответственно, когда я туда приехала, я везде видела какие-то отсылки Форсажа, как там едут машины с подсветками днища, и это легально. Как едет полностью перетюняченный GDM, и это тоже легально. В Америке нет статьи 12.51, по которой нельзя тюнячить авто. Здесь можно увидеть лодку на колесах, которая рулится, на которой можно спокойно ездить по дорогам общественного пользования. Поэтому я так ждала этого момента, пока мы окажемся. В Америке я смогу не только посмотреть на это, но еще вам снять и рассказать о том, что я вижу, как я это проживаю в первый раз. А пока я вам тут все это рассказываю, мы едем на самый красивый спот с самым красивым видом на весь Майами. Он как будто на ладони. Let's go! Это определенно красиво. Ребята, зашатайтесь. Просто, me gusto! Еще будет красивее, когда хобби приедут. Я смотрю, тут уже кто-то автограф оставил, да? Поэтому мы его гоняем, потому что ведутся как свиньи. Сколько тебе лет, говоришь? 15. Покажи, как ты ездил. Да. А покажи, как ты ездил 300 на тачке. И что за машина? В 5х, в 90х. Сколько ты здесь не раздала? Сколько ты сейчас был максимум? 265 это. И сколько тебе лет там? 12. Это дрифтил еще почти. Дим, давай в конец разогняйся на одном максимуме. Это подготовка молодых. Это рейтинг. Это бил автошколу, у нас была автошкола. Так, это твой сын, как я понимаю. Это мой сын. Ну, похоже, да. Хулиган. BMW или Mercedes? BMW. Ну как? Только что вы увидели первый тип кормитов. Это такие небольшие камерные компанийские автовстречи, когда ты просто зовешь друга, потусить где-то на парковке или на заправке. Вы встречаетесь, болтаете, променадите по городу и потом отправляетесь по домам. Ничего особенного. А уже дальше вы увидите автосходку по большим масштабам и, наверное, это будет одна из самых опасных автосходок. А все потому, что это преследуется копам. Приехали копы. Короче, мы ждем следующую фан-встречку. Никто не пришел. Пришел такой кот, который плачет. Мы сюда приехали с Димой за полтора часа до, и мы все эти полтора часа слушаем, как какой-то то ли кот, то ли птица орет через улицу. Я уже бегала туда смотреть, кто это. Я надеюсь, что это чайка. Ты слышишь, как меня мяукает кто-то? Пойдем спасать кошечку, Дима. Слышите? Мы просто птицами, кажется. Мы просто кота ищем в кустах. И мы подходим, он затыкается, то есть его не слышно. Короче, странная история. Очень странная. Сразу видно, М5-я приехала. Пока мы ждем наполнения заправки людьми, расскажи о своей SRT-хе. Это не просто SRT, это не просто Hellcat. Это Hellcat Red Eye. Тут 797 лошадок. И еще вот здесь вот, ты увидишь красненький глазик. Это BMW 5 CS среди DJ. А, вот так ты понятнее здесь стала. Очень опасная тачка. Это мой уже третий Hellcat. Первый мой Hellcat был украден из-под моего дома. Если кража, страховка есть, все, вопросов нет. Но кто его искать не будет. Когда у тебя он был? Три года назад? Кажется, три года назад мне было 18. В 18 лет у тебя был Hellcat. Это была вторая машина. Первая машина была цвет 250. Кем работают твои родители? Трак-драйвер, папа. Дальнобойщик тут зарабатывает столько, что он может купить своей дочке на 18 лет Hellcat. Кредит. И это нормальная практика? Это вообще нормально, это недорогая машина. Это было 16-го года Challenger. Стоил где-то 50 тысяч долларов. Подали до упэймент 10 тысяч, то есть первоначальный снос. Вместе там по тысяче платили, то есть это вообще вполне нормально. Вот тут я бы остановилась и рассказала поподробнее. Трак-драйверы или дальнобойщики по-нашему здесь считается очень почитаемой работой, потому что 70% грузов в Америке привозится именно на грузовых автомобилях. Один хороший трак может стоить 200 тысяч баксов, то есть на наши деньги это где-то порядка 18 миллионов рублей по нынешнему курсу. А здешние дальнобойщики могут получать от 50 до 120 тысяч долларов наличными. И это белая зарплата. Мы еще не знаем, сколько они могут получать бонусами. Все ребята, которые вы здесь видите, в основном 90% русскоязычные. Дай проверим. Ты на русском разговариваешь? Да, конечно, я разговариваю. А ты разговариваешь? Да, на русском разговариваю. Сколько? 21. 21? А тебе сколько? Мне 9-20. Покажи роли на руке. Это что? Ответная R8. Реально? А у тебя что? Это арендная. Это арендная. То есть я тут вообще нищебродка со своими халкетами и кефиками. Что ты делаешь для живота? Ничего. Что ты делаешь для живота? Аня, семья. То есть ты работаешь с сыном? На данный момент да, но я на самом деле серьезно открыл компанию. Сейчас вот ее раскручиваем. Ну там стартап, короче, да? Да, да, да. А у тебя какой-то стейдж? Вообще один. То есть типа нету, есть два пайса. Покаж? Да. Я вижу, у тебя еще кованый карбончик тут, да? Да, да, из России все. Да, из России сюда довозили? Да, да, да. А самая тачка отсюда? Нет, самая тачка отсюда. Сейчас я ее. Номера хорошие прям. У меня пришел, у меня когда была R8, было R8. А, у тебя еще R8 была? Да, это вот. Подлетнего кузова? Смотри, все, покажу вам. Нет, это предыдущая, мне было 17 лет. Сколько тебе? Да, 17 лет. У меня были мои имена на Риша Рейвей. Мои имена были на тормозах. А, и такая complicated пленка, да, была? Да, 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 да. Сколько стоит такая машина тут? Ну, как же 10 тысяч. Короче, 200 тысяч баксов за эту тачку. Да. Ребят, помните, мы говорили, что здесь может быть trouble из-за ментов, которые приезжают, и они очень недовольны тем, что происходит. Господи, это страшно. Это те, с которыми ты дружишь? Нет, этого я не знаю вообще. А он кому-то звонит? Он кому-то звонит. Ну, сейчас все, вертолеты, у нас, 5 звезд. Да? А к чему урус? Сколько тебе лет? 15. Еще реально? Тебе 15 лет, и это твой урус. Да. Что ты делаешь for a living? Занимаюсь криптовалютой и занимаюсь акцией. Но так у меня просто богатый отец. А кому-то есть, кому больше 20 здесь? Нет, нет. Вам всем, типа, меньше 20? Да, да. 16 больше. 17. 16. Ребят, сказать, что я в шоке, это ничего не сказалось. А у вас, типа, у всех есть тачки здесь? Или только у тебя? Нет. А где ваши машины? В гаражах, мы решили, так сказать. А ведь у кого-то здесь? Никто не сочинит. Никто не хочет. Я просто съесть. Расскажи, что произошло на прошлой неделе? Да, накрыли чернушный кормит. Они решили собраться на заправке, просто постоять, пообщаться. Приехали менты, всех накрыли. Там у кого-то нет прав, у кого-то... Оружие. У кого-то оружие, у кого-то... А это ваши друзья какие-то, знакомые? Семья наша. Семья. У кого-то из ваших знакомых арестовали? Да. Все место оружия найдено. Есть, конечно, шанс, когда мы поедем туда, куда мы собираемся, то мы тоже все вот так будем. Ребят, скажите, пожалуйста, вам же больше 20. Конечно. А то я сейчас пообщалась с теми малолетками и сказали, что ему 15, у него Урус и так далее. Сколько тебе лет? 29 будет. А тебе? Здесь очень много есть хороших районов, где живут хорошие люди, богатые. Они просто своим детям разрешают ездить на этих машинах и все. Кто сейчас стоит на нем? Акропович. Там Акропович, кажется. Акропович. Окей. Давайте послушаем, как звучит Акропович на Урусе. Ты бы дал своему ребенку в 15 лет кататься на Урусе? Нет. Какую бы тачку ты дал и во сколько? Жигу, как у меня что-то была. В 18, да? И в 19, и в 20. В 20. Ну, ты считаешь, что это не норм? Это было быстро. То, что вы сейчас увидите, это максимально рискованно, и я предостерегаю всех ни в коем случае это не повторять. И да, тот кабинет, на который мы едем, находится под сомнительной легальностью. Это просто Смотра 2010 только в Майами. Короче, ребят, рассказываю, что здесь происходит. Здесь очень слитая улица, целый проспект Дал-Дал-Ушелого, где выстраивается огромное количество машин и делают бернауты, драк-рейсинг. Все качаются своими тюнингами. Сколько хорст-пауэр, сколько лошадей. Там ребята гоняются на бабки некоторые. На бабки на этом проспекте? Да. Короче, вот тут такая движуха. И сколько раз в Визелье такое происходит? Один. Сто трех. Тут собираются и просто катаются, отдыхают. Сюда. Пятница, воскресенье. Какой-то выхлоп у него есть, но относительно, конечно. Но он так уходит в точку, это что-то с тем-то. Потому что пролетел Дождь Демон. Это очень эксклюзивный челленджер. Круче, чем мой. Таких очень мало в мире. Я думаю, что он тут всех нагнет, потому что он на сликах. Это тот самый, который может встать на ДБ на заднем колесе? Все поехали. И он как раз стоит на ДБ, этот как раз Демон. Просто наша четверка на фоне этих тачек выглядела очень-очень консервативно. Тут стоят достаточно рядовые машины. Тесла. BMW X5. Новая Supra. Новая M3. Предыдущего кузова M4. И, конечно, пушка Kia. Здесь порядка двухсот просто уникальнейших машин на одну улицу. Это что-то нереальное. Приехали копы. И все сразу начали разъезжаться. Просто все. Дима, все нормально. Дима убежал. Прямо сейчас мы делаем опасную вещь, потому что мы отходим далеко от наших машин. Поэтому, если вдруг приезжают копы, мы садимся в любую первую попавшуюся тачку. Не важно куда, садимся, прыгаем. И, надеюсь, нас увезут далеко. То есть самое главное не оставаться на локации, верно? Это Challenger. Таких всего было 3300 выпущено. 808 лошадей с завода. Этот гангстер рассказывает, что он прокачал своего демона с движком V8 6.2 литра до 1400 лошадей. Причем он покупал его 4 года назад за 80 тысяч баксов, а теперь его цена 200к зеленых. И, кстати, SRT Demon 23 года забрал звание самого мощного и быстрого серийного маслкара в мире. В общем, Ангелина хочет сделать что-то невероятное. И вот на этом пятачке покрутить на хелкате Бублике с бирнаута без разгона. И я очень надеюсь, что у нее получится. Так, конечно, так делать нельзя, я это осуждаю, но Ирина устраивает шоу. Просто умничка! Следующая сходка. Мы поехали до Орландо. И что мы там увидели? Мы увидели абсолютно противоположную сторону всей этой автодвижухи. Если в Майами мы видели, как чуваки отжигают и ведут себя максимально illegal, то в Орландо все вот так вот, с отопыренным пальцем. Вообще нет привкуса, беспредела. Максимум это как бы громкий выхлоп, ну и то на частной территории. И то, что вы сейчас увидите, это огромное количество очень, очень и очень дорогие суперкары. А самое главное, что их тюнячка стоит, как чья-то квартира. Я снимаю сейчас влог про разницу между Майами сходками и Орландо сходками. Вот скажи, сколько тебе лет, если не секрет? 30. Вот это уже большая разница, ребят, те, кто смотрит это видео, вы сразу понимаете, какие тут ребята. Там меня поразило, что 15-летние парни ездят на Урусе, им родители их покупают, и это считается нормой. А у тебя дети есть? Есть. Но ты 7 детей? Сын, сын. Сколько ему сейчас лет? 5. Через 10 лет. Клеб, а купишь Урус? Конечно. Или что это новое? Это его машина, его отпечаток руки у меня под капотом. А вон маленькая, да? Маленький такой. А вот это твой... А это Нюрнбург Ринг? Или что это? Это все треки, на которых я был. Нюрнбург Ринг она еще не была. Это Тейл оф Драгон. А то, по-моему, Сиблинг. И такой стандартный вопрос. Что ты делаешь для жизни? У меня колл-центр. То есть, это востребованная штука в Америке? Да, да. Ну, видно, что востребованная по Поршику-то. Сколько такой стоит тут? Ой, ну сейчас, наверное, 1225. У меня еще 5 лет есть. Понятно. Спасибо за такой экскурс. Знакомьтесь, это организатор всей заварушки и владелец тюнинг-отелье, в здании которого мы сейчас находимся. И да, добрая половина тачек, засветившихся на этом кормите, это дело рук именно этого тюнинг-отелье. И, кстати, у него одна из машин во владении, это ламборгини Мурселаго, Муся, по имени Пикачу. Пикачу. О, так красиво! Пикачу! Да! Извините, извините. Вау! Короче, ребят, я видела в запретграмме одну тачку SVJ, Lamborghini, и он был в тюнинге типа он-такси. И, походу, это он сейчас приехал. Похоже, полискар приехали проведать обстановку и сразу же уехали. Конкретно в Орландо полиция нормально относится к здешним тусовкам, а уже в Майами это считается иллигалом. Алекс рассказал, что тачка приковывает максимум внимания, и многие американские автоблогеры делали коллабу с ним благодаря этой машине. И, кстати, это не пленка, как многие могли подумать, а покрас. Я обожаю М4 в этом кузове, просто нереалка. И цвет бомбический, просто бомбический. И смотрите, какие у него еще красивые двухсоставные диски, просто пушка. Просто гляньте на эту малышку. Это что такое? И сейчас, спустя два часа, мы выезжаем на променад на всех этих тачках по городу. Показать уровень? Реальный уровень. Да, прям уровень покажи. А можно такой откровенный вопрос? А сколько тебе лет? Мне 24. И как ты заработал на эту машину? Работаю в логистике. Но эта машина, скорее всего, вот Ангелина брала свой гелик в лизинг, в кредит, грубо говоря. То есть ты первый взнос платишь? Я тоже, то же самое. Вся молодежь здесь так и берет машины? Все, да. Даже вот эти супер-кар-одерсы. Они тоже? Да. То есть, грубо говоря, ты не просто заносишь кэш в моменте, а ты платишь и замешиваешь на какой-то взнос? Тут все в основном в кредитах. Это не порицается, не считается чем-то, типа, шеем? В Америке это норма. Тут, я скажу, наверное, 75-80% людей так делают. Короче, здесь к кредиту относятся, наверное, как к игре. То есть, чем больше у тебя кредитов, которые ты закрыл, даже если они маленькие, там, типа, взять кредит на 1000 баксов, это тоже кайф. Если ты его закрыл, то у тебя есть определенный скор, как в игре. Тебе дадут следующий кредит по более заниженной ставке. Ну, в принципе, такая история есть в любой стране. Вся разница в том, что восприятие к этим кредитам абсолютно разная у нас, у россиян, и, допустим, у американцев. Если ты будешь брать какую-то машину вот такую, то ты возьмешь ее в кредит? Ты бы взял ее в кредит? Я никогда не привлечу в кредит. Ты живешь, типа, на свою, на ту, на ту, на ту, на ту трассах ноги, которую ты можешь позволить. Я живу в ловную на столько, на сколько я есть. Лучше быть и не казаться. То есть ты бы не жил как пацаны. Я покупаю машину только тогда, когда я могу ее себе купить. И более того, я когда ее покупаю, я ее не продаю. Она остается навсегда. И за сколько ты ее купил? Ну, грубо говоря, какой первый взнос был? Она вышла мне 110, и я бы сделал первоначальный взнос в 15 тысяч долларов. На 60 месяцев взял ее в кредит. Сколько ты платишь, что она весит? 2,99 у меня кредитная ставка, я плачу 1400. Слушай, это круто, это круто. Так все тут, ну, практически тут все делают так. Вот так, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео, оно было максимально насыщенным. Я постаралась его сделать динамичным в стиле тех видосов, которые я снимала в 2019-2020 году. Надеюсь, вам реально зашло. Ставьте лайки, если хотите видеть такое чаще на канале. Пишите в комментариях, что для вас оказалось самым неожиданным из всего этого видео. И я вас целую, берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok